МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодня. Нашлись в Касимове. На дне реки обнаружена машина с телами пропавших прошлой осенью молодых мужчин и женщин. Ловить не переловить. В Рязани продолжаются рейды по нелегальным мигрантам. Сегодня ночью пройдет интенсивный метеорный дождь. Есть возможность загадать сразу несколько сотен желаний. А теперь обо всем подробнее. Пропавшие в Рязанской области осенью прошлого года «Жигули-восьмерка» нашлись. Об этом сообщила пресс-служба областного УВД. Напомним, машина с двумя пассажирами бесследно исчезла. Как сообщали официальные источники, в рамках расследования уголовного дела велись поиски пропавших пассажиров 92-го и 89-го годов рождения. Тогда же участники Касимовской группы ВКонтакте призвали к поиску волонтеров. Запись была следующая. 6 ноября пропали без вести молодые люди на автомобиле ВАЗ-2108 с надписью «Боевая подруга» Екатерина Маркова и Николай Кожин. Ко всем, кто располагает хоть какой-то информации об их местонахождении, просьба сообщить в органы по номеру 02 или написать в комментариях. Родители очень переживают. Искали долго, привлекали спецтехнику, подключили даже экстрасенса. Провидцы тут же рассказали, что Николая и Катю похитили. Они находятся в каком-то доме. Машину разыскивали в ВАКе с помощью эхолота. Вот гидролокатор. Вот, собственно, сам излучающий блок находится. Вот он здесь сюда вставлен, чтобы удобно было. Блок обработки. Блок обработки является компьютер. Там программа стоит. У него, значит, принцип работы следующий. Он в ультразвуке излучает луч 30 градусов по горизонтали и 20 градусов по вертикали. Как бы высвечивает, как фонарь, высвечивает все объекты, которые находятся на пути этого луча. Все тщетно. Восьмерка с надписью «Боевая подруга» растворилась во времени и пространстве. В эту субботу машину нашли. Случайно. Причем рядом с Касимовским причалом, не глубоко под водой. Не понадобились ни эхолоты, ни водолазы в спецскафандрах, ни ясновидящие. Автомобиль обнаружили подростки, рыбачившие у доброкадера. У одного зацепился крючок, ребята нырнули и увидели под водой злополучную восьмерку. Позже, когда полицейские машины достали, в салоне обнаружили два тела. По всей видимости, погибшие это Екатерина и Николай. Расследование уголовного дела продолжается. Если Касимовская история – это трагедия, то следующая, рязанская уже история, должна олицетворять торжество справедливости в борьбе с маздоимцами. Сотрудники полицейского управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с оперативниками ФСБ поймали на взятки сотрудницу рязанского военного госпиталя. В четверг, 8 августа, оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции региональному МВД совместно с сотрудниками отдела ФСБ по рязанскому гарнизону уличена вздаимствия служащая военного госпиталя. В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками правоохранительных органов стало известно, что заведующая отделением военного клинического госпиталя взялась решить вопрос о комиссовании военнослужащего. Эти услуги дома оценила в 160 тысяч рублей. Вчера на улице 9-й линии врач была задержана с поличным при получении денег. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают проводить рейды по выявлению незаконных мигрантов. В Москве, как известно, насобирали целый палаточный лагерь в Гальяново. Эксперты утверждают, большинство лагерников до того, как попасть в него, жили в худших условиях. Тут у них хотя бы есть и души, туалеты и питание. По последним данным, для нелегальных мигрантов столицы подбирают новые места. Одного Гальянова явно недостаточно. Например, на сайте Совета по правам человека при российском президенте размещена информация о том, что правительство Москвы готовит мероприятие по перемещению палаточного городка в более приспособленные условия, планируя для этого использовать не участвующие в летней оздоровительной кампании детские лагеря отдыха. Про то, как ловят нелегалов у нас в Рязани, в видеозаметке Олеся Харлиной. Это наши рязанские рынки, на которых, видимо, не ждали сотрудников о всеоружии. Из-за прилавков по очереди выводят то одного, то другого мигранта. Пока в целях профилактики, для установления личности и проверки необходимых документов. Не секрет, что есть мигранты, которые едут не только за работой, но и за убежищем. Так проще скрыться от следствия. В отношении нескольких задержанных уже возбуждено административное производство. Нас так долго пытались заставить уверовать, что мигранты для России не тяжкий камень, который тянет на дно целую страну, причем дело касается не только федерального бюджета, но и безопасности коренных жителей, что новый закон многие встретили с удивлением. С 9 августа в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях увеличили штрафы для мигрантов, нарушающих правила пребывания и работы в Российской Федерации. Теперь нелегалам придется раскошелиться на 2 тысячи рублей больше и заплатить не 5, а 7 тысяч за свое заячье проживание. Но самое отрадное, что эти деньги, как утверждают чиновники, сразу пойдут на билет домой. За игнорирование правил въезда в Россию или трудоустройства мигранту не удастся избежать депортации. Ранее наша гостеприимная страна не только принимала новых жителей, но и предоставляла право выбора, плати или милости просим домой. Новый закон буквально открыл глаза на истинное положение дел. Есть, оказывается, в Подмосковье и палаточные лагеря с нелегалами, и целые кварталы, где они правят бал. Или правили. Время покажет. Конечно, бить в одну точку и только и делать, что ловить незаконных мигрантов дело не совсем эффективное. Если бы на них не было спроса среди местных деляг, то и проблема вряд ли бы так обострилась. Работодатели, которые нанимают нелегалов, такие же преступники. Если не привлекать их к ответственности, то все дело выеденного яйца не будет стоить. Выгонят одних гастарбайтеров, на их место придут другие. Вот и все. И информация к размышлению. По данным Федеральной миграционной службы, порядка трех миллионов трудовых мигрантов находятся в России с превышением срока пребывания и, вероятно, незаконно работают. Повторим, это только официальные данные Российской миграционной службы. Теперь к другим темам. Рязанские дорожные инспекторы предоставили нам сегодня видео одной из аварий минувшего уикенда. 9 августа в Новомичуринске произошло ДТП с участием велосипедиста. 22-летний водитель, 14-й, не успев вовремя затормозить, совершил наезд на пенсионера, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. В результате происшествия пенсионер погиб. С начала текущего года в регионе зарегистрировано более 50 дорожных происшествий с участием велосипедистов, в результате которых 5 человек погибло, и более 50 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших велосипедистов есть и ребенок. За последний рабочий день и прошедшие выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий. 4 случая произошли с участием данной категории участников дорожного движения. Особая категория участников дорожного движения это дети-велосипедисты. Когда попадает ребенок в дорожное и транспортное происшествие, всегда в этом виноват прямо или посленно взрослые. Поэтому госавтоинспекция напоминает всем родителям, чтобы следили и смотрели со своими детьми, где они катаются на велосипедах, и с кем, и соблюдают ли правила, и знают их. Велосипедист при выезде на проезжей части должен руководствоваться правилами дорожного движения как водитель. Двигаться по краю обочины правее. Если находятся две полосы, дорога двухполосная, то ему запрещается двигаться по левой полосе. Если он перемещается по тротуару, то делать он должен так, не создавая помех пешеходам. Если велосипедисту нужно пересечь проезжую часть, он должен слезть с велосипеда, перейти по пешеходному переходу дорог, поступить, то есть как пешеход, и затем продолжить свое движение. И последний на сегодня. Эта ночь обещает любителям астрономии и просто романтикам удивительное зрелище. По прогнозам Международной Метеорной Организации, самый мощный метеорный поток года Персеиды достигнет максимума как раз в ночь на 13 августа. Метеоры входят в земную атмосферу на скорость около 20 км в секунду и практически мгновенно сгорают, оставляя в небе красивый яркий свет. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд. Этой ночью на небе будет появляться до 100 метеоров в час. Так что звездный дождь должен быть впечатляющим. Космическое представление, как обещают ученые, начнется с наступлением сумерека, достигнет пика в предрассветные часы. Так что есть шанс загадывать по 100 желаний в час на каждую падающую с неба капельку космического вещества. Все должно сбыться. На сегодня все. Хорошего вечера. И до встречи завтра в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова